По сложившейся традиции, вначале перед депутатами отчитывается чиновник. Сегодня им стал Алексей Мигачёв. Главный колок области рассказал, как исполняется программа по охране окружающей среды. Написана она для того, чтобы граждане дышали чистым воздухом, пили чистую воду. Но вот что удивительно. Сами граждане, по словам Мигачёва, порой мешают сделать для них окружающую среду благоприятной. Выкидывают бытовые отходы куда попало. Вместо того, чтобы заплатить всего 50 рублей в месяц за их вывоз, речь идёт в первую очередь о проживающих в сельской местности. Люди пишут, договор заключать не буду, сжигаю мусор в бане. Договор заключать не буду, мусора нет. Договор заключать не буду, вывожу на свалку самостоятельно. И так далее. Сегодня, наверное, для всех очевидно, что мусор есть. Потому что упаковка. Раньше, да, в советское время была компостная куча в каждом огороде, проблем не было. Как бороться с несознательностью граждан? Проводить экологическое просвещение, объяснять, что сжигание мусора в собственной бане сегодня чревато онкологическими заболеваниями. Информацию главного эколога области депутаты, как водится на таких заседаниях, приняли к сведению и перешли к законотворчеству. Распределили пришедший в областной бюджет миллионы. 250 уйдёт на новую партию автобусов на газу, 105 на ремонт домов культуры и благоустройство памятников. Чуть больше 9 миллионов нашли на отдых наших детей в Крыму и Севастополе. За счёт 200 миллионов из бюджета Москвы отремонтируют дороги Александровского, Киржачского и Петушинского районов, которые, видимо, разбивают столичные дачники. А на другие 200 миллионов из бюджета Подмосковья очистят реку Клязьма. Из дискуссионных решений принят закон, по которому в будущем будут проходить выборы в органы местного самовыправления. В принципе, для крупных городов ничего не меняется. В Коврове, Муроме, Гусь-Хрустальном глав по-прежнему будет выбирать народ. А во Владимире... Долго думали по Владимиру и советовались, естественно, с органами местного самовыправления, с депутатами. Ну, решили не менять сложившуюся схему работы. В следующем году владимирцы изберут только депутатов, а уж те выберут главу города. Вообще, спикер считает, оба варианта выборов имеют право на существование. Но выборы через депутатов сегодня предпочтительнее. Мы видим, что во власть сегодня очень много приходит случайных людей. Особенно в небольших сельских поселениях, в районах. И, честно говоря, особенно в тех районах, которые близко к Москве, там же земли. Там дачники, там земли очень дорогие. Туда рвутся большие, так скажем, денежные мешки из Московской области, из других регионов нашей страны, чтобы просто торговать этой землей, если так откровенно говорить. Глава города назначит сити-менеджера. Кстати, Киселев полагает, что глав администрации нужно буквально выращивать. Сейчас дефицит профессиональных управленцев. И ЗАГСобрание совместно с обл. администрацией намерено его ликвидировать. Хотим, как я еще говорил, вырастить профессиональных управленцев. Для этого нужно проводить специальные учебы. Для этого нужно иметь хороший резерв кадров. Именно этим сейчас будет заниматься администрация области.